...данное дело человек, который его создал. Режиссер фильма Мистер Данкан Джонс. Встречаем на сцене эпицентра! Режиссер фильма «Варкрафт» Мистер Данкан Джонс. Потрясающее место. Спасибо, что вы приехали. Я знаю, что путь был не близким и что вы приехали сюда, чтобы представить нам фильм «Варкрафт». Спасибо, Данкан. Спасибо за то, что пригласили меня на турнир Эпицентр. Это потрясающе. Это просто здорово. Даже путь – это потрясающе. Так что теперь ты себя чувствуешь, да? Да, да, да. Я старался играть в игры. Извините, я должен оставить вопрос. Вы тоже геймер. Да, да. Я вырос играю в игры. Да, да. Я с раннего детства играю в разные игры. У меня была гильдия в «Варкрафте» и в «Колл оф дьюти». У меня был свой клан. Так что я очень, очень давно играю в игры. Думаю, что я начал еще, когда многие из вас не родились даже. You know, it must be really, really exciting to have a possibility to bring, like, the digital wars, all the adventures we are living in digital wars to life. How you feel? Was it hard for you? How it feels to be able to do that? Мы очень рады, что наконец появилась возможность вот этот цифровой опыт, эти приключения перенести на экран. И что вы думаете по этому поводу? Как вам это? It's a dream for me. I mean, I grew up reading science fiction and fantasy. Это мечта, которая сбылась. Я рос, читая фантастику, читая книги в жанре fantasy. And my first two films were science fiction. And I finally, you know, I got the chance to make a fantasy film based on the game, one of the games that I just love to play. Первые два фильма, которые я снял, были в жанре научная фантастика. И вот, наконец, мне представился шанс сделать фильм по игре в жанре fantasy, по игре, которую я очень горячо люблю. And I got to work with... Ah, thank you. I got to work with ILM, who did Star Wars and these amazing movies. And got to work with a group of people who played Warcraft as well, even though they work in the special effects industry. Кроме того, мне посчастливилось сотрудничать с ILM. ILM – это компания, которая стоит за созданием Звездных войн и других феноменальных проектов. И кроме того, я очень много на этом проекте работал с людьми, которые, несмотря на то, что они занимаются спецэффектами, при этом многие из них, все они играют в Warcraft. You know, the movie looks like absolutely amazing, and what kind of action the audience we all can expect to see? Well, I mean... Film выглядит просто потрясающе, и какого рода action подстоит увидеть нашей аудитории? You would imagine with a game like Warcraft, obviously there's going to be some good combat in the movie. Ну, как вы понимаете, когда речь идет о Warcraft, то на экране вас ждут превосходные битвы. And we try to mix it up between big, epic, sort of big-scale battles, and then also one-on-one fights. We tried to combine the movie as grandiose, epic battles, and battles one-on-one. And that's, you know, that's like the game, and I think what you're going to see is definitely a movie that was a passion project for everyone involved. То есть, по сути, все как в игре. И самое главное, то, что вам предстоит увидеть, вы поймете, что мы все вложили в эту душу. Мы все это очень любим. As far as I know, you're not alone here, right? Yeah, I think it's only fair that today, seeing as I'm wearing my Alliance colors, it's only fair we bring someone to help with the balance. I think we all know who that is. I think we all know who that is. Please welcome Orgrim Doomhammer, Mr. Rob Kaczynski! Итак, добро пожаловать, мистер Роб Козинский и Оргрим Молот Рока! Да! 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 Транс! Да! 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 Сравomnник! Транс! Ты жить weg в крови! Мох. Транс! Транс! За Альянс! За Альянс! Спасибо. Добро пожаловать в Москву, Роб. Как я могу видеть, ты привезёшься к вам с вами на сцене. Да, это... Добро пожаловать в Москву, Роб. Я вижу, ты взял с собой ручную уклад прямо сюда, на сцену. Что он сказал? Да, это... Это Думхаммер! Это тот самый молот Рока, ребята! И так, всё просто. Can you tell us a bit more about your character, about Orgrim? Скажите нам о вашем герое, об Оргриме. Да, конечно. I play Orgrim Doomhammer. Second in command of the Frostwolf clans and the toughest warrior amongst them. Итак, я играю Оргрима, это молот Рока и, как вы знаете, в клане это второй по значимости человек и самый серьёзный воин. I didn't say that, I didn't say that. Этого я не говорил. Can we talk a bit more about the process of becoming an Orgr, because I was played for Alliance and... I mean, who here plays World of Warcraft? Кто играет в Warcraft? Them. So, if you play the game, you know who Orgrim Doomhammer is and who he becomes. Раз вы играете в эту игру, вы знаете, кто такой Orgrim Molot Roka и кем он становится, вы это знаете. Что мне очень понравилось в работе над этим фильмом, это то, что я играю этого героя ещё до того, как он превращается в легенду. You know, Dürotan in this movie is very much the leader, and Orgrim is the follower. В этом фильме Дуротан — это лидер, а Оргрим следует за ним. And it allowed me and Duncan to create a character who had a certain amount of innocence and naivety that he wouldn't have in the future. Plus, he's also incredibly handsome. Incredibly handsome. This is back when he was a tough guy. Yeah, yeah, yeah. But maybe not such a smart guy. Not such a smart guy. But he gets smart later on. Может быть, вначале он ещё не самый умный товарищ, но постепенно он умнеет. Okay, let's take an even closer look at Orgrim Doomhammer. Давайте ещё ближе посмотрим на Оргрима, на молота Рока. Субтитры создавал Dürotан. Ах. 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 Оргрим is as much a fan of the Orcs' way of life as anything else, but Orgrim is much more of a warrior than Durotan is. Durotan is a leader and a chief, but Orgrim is much more base in many, many ways. Ах. Ах. Оргрим, he isn't a xenophobe, but he cannot countenance choosing humans over Orcs. Ах. Думай, как мы можем с таким образом смотиться с Роки? Стоит. Стоит. Даже Голдан, как ужасный орк, как он может быть, оркы вперед. Я, настоящий орк! Я люблю этот персонаж. В результате, я говорю русский. Ты вообще говоришь хорошо русский. Это очень хорошо. Я слышал, что Warcraft, игра, в общем, спасла твою жизнь. Можешь нам чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Я играл в телешоу весьма неприятного персонажа, и когда я выходил из дома, на меня нападали на улицу. Все время была такая история, люди не могли спокойно пройти мимо меня, кто-то бросал камни, в общем, всячески меня задевали. И в какой-то момент мне просто уже не хотелось выходить из собственного дома. И в этот момент я нашел место, где меня оценивали только потому, насколько я хорош. А в этой игре я был хорош, поверьте. И я нашел друзей, и все эти 10 лет, в общем, я играл примерно с той же группой из 35 человек. И я очень уютно чувствовал себя в этом сообществе. The kind of community you guys have as well, you know, I think. And slowly, the game gave me achievements, you know, and as a group and as a family, we achieved things together. And that brought back my self-belief. И постепенно, как группа, как семья, мы смогли многого добиться. И при помощи этого я постепенно вернул себе веру в себя. АПЛОДИСМЕНТЫ И теперь, когда мы сняли этот фильм, я как бы отплатил игре за то добро, которое она для меня сделала. It's on. Good. Все, микрофон включился. Отлично. Okay, Rep. Can you tell us a bit more how this looks like to work?